Мы с мамой делаем, мы варим яйца, украшиваем, всякие куличики делаем. Череповецкие третьеклассники уже знают, что это за праздник такой Пасха, и очень старательно к нему готовятся. Всем классом аккуратно скручивают кусочки ткани. И вот красная ткань уже не просто кусок материи, крылья ангела. Именно он возвестил людям о том, что Иисус Христос воскрес, когда пришла Дева Мария с Марией Магдалиной. Это как раз произошло в воскресенье. Работают без ножниц и иглы. Главные помощники школьников – нити, обязательно красные, как символ Пасхи, символ жизни. С нитями-то как раз сложнее всего. Путаются, говорит Алена Смирнова. И вот ангел готов. И это будет подарок маме. Обычно в четверг начинаем все убирать, мыть там, подготавливаться, покупать наклейки на яйца. В старину ангелов покупали на специальных паскальных базарах. У нас такой на соборной горке был. Еще заказывали в церквях, освященные из воска. Это те, кто побогаче. Простой люд использовал то, что под рукой было. Кисейную бумагу, например, или кусочки ткани. Таких ангелов подвешивали к верному букету или под икону. Причем служили они недолго, не больше года. Потом их или сжигали, или спускали по воде. А взамен делали новые. А теперь о погоде. Синоптики обещают, что вместе с Пасхой придет на Вологодчину и весна. Температура будет повышаться с 14 апреля. Ночью от нуля до пяти градусов тепла. Днем плюс 10-15. И это будет первый самый теплый день с начала весны.